Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. ...сильнейшее давление, беспардонное, абсолютно неприемлемое с точки зрения поведения в государственной международной арене. Вот недавно Зеленский или кто-то из его команды оскорбительно отозвался о визите на рендер-моди в Россию, назвав этот визит ударом в спину всем миротворческим усилием. Индийское министерство иностранных дел пригласило украинского посла и объяснило ему, как надо себя вести. До этого было много примеров, когда украинские послы вели себя как хулиганы. Был такой посол в Германии, который возмущался каждый раз, что Олаф Шольц мало денег дает и оружия мало дает. И в каком-то интервью публично назвал канцлера Германии обиженной ливерной колбасой. Это цитата, это можно найти в интернете. Посол Украины в Казахстане публично в интервью говорил, мы будем делать все, чтобы убить как можно больше русских, чтобы у наших детей было меньше работы. Мы это дело доведем до конца. Вот, поэтому я считаю, что Индия очень достойно себя ведет. И мой коллега, Субрамани Амджай Шанкар, после какого-то западного турне, отвечая на вопросы, почему вы стали покупать больше нефти в России, он привел статистику, показывающую, что Запад тоже увеличил закупки у нас и газа, несмотря на ограничения в каких-то формах, и нефти. И дальше сказал следующее, что вы знаете, Индия сама определяет, как ей торговать, с кем ей торговать, и как обеспечивать национальный интерес. Но то, что Запад предъявляет претензии даже таким державам, как Китай и Индия, означает, во-первых, конечно, это бескультурье, неумение вообще заниматься дипломатией, а во-вторых, это провал политических аналитиков. Потому что подчинить себе две крупнейшие азиатские державы, ну, мечтать, конечно, не вредно, как у нас говорят, но недостойная линия выбрана по отношению ко всем странам. Но когда эти претензии выдвигаются двум гигантам... Спасибо.